Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Британские учёные доказали! Не факт на ЗАО «ФМ». Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова рубрика «Не факт» на радио ЗАО «ФМ». Я это не перепутаю никогда. Молодец! С вами в студии Надя и Никита. Как обычно, в 7 часов. Мы очень пунктуальная рубрика «Ху-ху-ху», как и все остальные. Да. Ну, сегодня прекрасно. Хотел сказать про прекрасное весеннее утро, но... А сейчас не утро? Было минус 2. Ночью было минус 2. Были заморозки. А я-то думаю, что ж такое? Да, да, прохладно на самом деле. Надя, так, рассказывай, как у тебя дела? Мы с тобой давно не общались, прости, что перебила. Теперь говори, как у тебя дела. Да, хорошо. Я попытаюсь продолжить наш такой позитивный настрой после предыдущей рубрики. Дела у меня отлично, прекрасно и замечательно. Угу. Все рассказала. Хорошо. Немножко поподробнее о замечательном и прекрасном. Замечательно сегодня то, что я услышала первый раз гимн предстоящего форума Визны, и мне он очень сильно понравился, и я прям так загорелась. Я вообще очень жду этого мероприятия. Друзья, вы слышали ведь, да, про Визну? Кстати, Визна, на самом деле, друзья, надо ехать сюда, регистрируйтесь в ВКонтакте, там прекрасная возможность приехать и заплатить немножечко, ну не немножечко, прям так треть на треть дешевле, и оказаться просто на невероятном мероприятии, где будет огромное количество молодежи, классного настроения, музыки. За УФМ. Да, это, кстати, тоже будет обязательно. Так что, друзья, не забываем. На правах рекламы. Мы с радостью будем, ждем вас, и это будет здорово на самом деле. Да, классно. Вот такие вот у меня дела за сегодняшний день. Прекрасно. В андроидном коллайдере, в ардроидном, айдроидном, арпу. Короче, не факт. На За УФМ. Ардроидный коллайдер, ардроидер. Да. Друзья, ну а мы сегодня делимся с вами какими-то интересностями за прошедшую неделю, которую мы смогли для себя открыть. Да, и вы также можете поучаствовать с нами в дискуссии, можете сделать это привычным образом в нашей группе ВКонтакте или на сайте зауфм.ру, а также, а также, а также вы можете это сделать в Скайпе. Просто добавьте наш аккаунт в Скайпе к себе и присылайте прямо там нам сообщения. Мы их зачитаем, обсудим, поговорим с вами. Так что, друзья, дерзайте. А сейчас, наконец, приступим к этим фактам. И, как всегда, беру у тебя слово и начинаю сам. Давай, животное. Животное. Ты просто не поверишь. Это животное. Так, подожди, кошки были, ежики были. Так, подожди. Да, еще осталось несколько миллионов разных животных. Давай подумаем. Давай я буду угадывать. Тут у тебя все три попытки найти несколько миллионов. Лошади. Вау, первая попытка попала просто. Серьезно? Да. Так, сейчас, тут будет в кавычках. Надя очень, точнее, в скобочках. Надя очень любит лошадей. Не просто их любит смотреть на картинках, а может спокойно взять и осетлать какого-нибудь там мустанга и мчаться куда-нибудь. Так ведь, Надя? Ну, насчет мустангов, это, конечно, погорячился, но да. В целом это так. Мустанг для меня автомобиль только, и как бы он ближе всего, но все же. Итак, лошади, лошади, лошади. Класс. Давай, я тебя очень внимательно слушаю. И кони, да. Сейчас будет просто невероятное научное открытие. Ну, конечно, это такой общеизвестный факт. Благодаря особому строению ног лошади очень хорошо приспособлены к скоростному бегу. То есть не просто к бегу, ну все умеют бегать. А вот к скоростному бегу, вот благодаря этим, это невероятное научное открытие. Думаю, все об этом не знали. И вот сейчас просто разом, да ладно. Теперь все знают. Ладно, Никита. Да, ты любительница лошадей и не знала об этом. Надо же. А я как-то больше вот... К мустангам. К ежикам, да. И тут... Да. Итак, теперь можно что-нибудь поинтереснее. Ну, точнее, не поинтереснее, а... По-серьезнее, давай. По-серьезнее. Все, мы очень серьезные люди. Система пищеварения лошадей предназначена для постоянной переработки пищи. Поэтому питаются растительной пищей и практически непрерывно, но мелкими порциями. Прикольно. Похоже на коров. Ну, я не знаю. Не, не очень. Вот честно, может, у тебя в детстве были постоянно лошади, у меня были постоянно коровы. Я в детстве пас коров, мы там с братом выходили на поле, у нас было там коров 10, наверное. Так, мы сейчас о коровах, но ладно. Ну, все-таки. Не, ну, это прикольно. И они постоянно едят, едят и едят. И, в общем, они настолько милые, приятные животные. И, на самом деле, у меня вот сложилось мнение, может быть, коровы и лошади очень похожи, ну, там, пищеварение. Ну, ладно, это так. Итак, следующее. Давай. Имеет превосходное чутье и лучше любого компаса ориентируется в любую погоду и в любое время суток, ранним утром или поздней ночью. То есть, это еще раз показывает на то, что лошадь, она просто создана для того, чтобы человек ее оседлал, и она была невероятным помощником в дикой природе. Вот это идеально, отлично. Просто я тут скоро, наверное, поеду в деревню к бабушке с дедушкой, а у них там есть лошадки, ну, не у бабушки с дедушкой. Ну, короче, у меня есть такой план взять лошадку на целый день и покататься. Просто я боюсь немножко заблудиться на местности. Теперь я знаю, что делать. Отпускаешь лошадь, и она тебя приводит домой. У нее там где-то встроенный... Спасибо, Никита, я спокойна. У нее встроенный компас, там, еще какие-то гаджеты, в общем, она тебя приведет куда-то. Бим-бим-бим-бим. Так, ну что, лошади. У лошадей очень хороший слух, тончайший слух. Они способны улавливать такие звуки, которых не слышит человек. Их ушные раковины устроены таким образом, что не только улавливают звуковые волны, но даже усиливают их действие. Вау-вау-вау. Да, такие дела. Ну, в принципе, у многих животных вот настолько развита слуховая эта система, и это здорово. Еще следующее. Лошади очень хорошо чувствуют и понимают опасность. Вот, на самом деле, да, мне сегодня на паре Александр Анатольевич как-то говорил о том, что люди чувствуют, когда их любят со стороны, например. Вот, и более того, даже животные это ощущают. Ощущают, как ты относишься к ним. Вот, и я почему-то имел в виду и опасностью, потому что они тоже это ощущают. Вот, такое интересное. Ну, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Отлично, давай дальше. Да, хорошо. Нет, на самом деле это так, это здорово. Следующий факт. Отличное. У лошади, как и у собаки, превосходное обоняние. Поэтому старые особи с плохим зрением руководствуются только своими тончайшими обоняниями. Также по запаху узнают свое седло, там, с большого расстояния различают съедобные и несъедобные травы. Прикольно. Вот такие вот дела. Вот так представь. В двух километрах видит трава. О, каширная. И бежит к ней. Удивительно. Ну, это классно. Последние вот факты мне пригодятся очень для моего конного похода, однодневного. Также вот среди лошадей встречаются случаи привязанности и дружбы. Чудесно. Да. У тебя есть... Не, ну, правда, это классно. В контакте друг лошадь. Или конь. В пальто. В пальто. Смотри, какая ава у него, да? Ну, может быть, и в пальто, но все. И вот так вот. И он тебе хороший друг. Еще мы так привязаны друг к другу. Вы прям общаетесь постоянно. Я читала книжки про дружбу лошадей и людей. Это очень трогательно. Да. Всегда хотела так. Очень... Сейчас. Так. По телодвижениям лошади и позе можно узнать и о ее настроении, намерениях. Ну, это как у собаки. Ну, классно. В принципе... Да как и у кошек. Ну, у них там где-то что-то шевелится постоянно. Нервничают они или нет. Я не знаю, может, у ежиков ничего не шевелится. Я вот никак не замечал. Они вот так усядутся, вот, и ничего не делают. Или там походят, походят. Ты к ним подходишь, они останавливаются и все. Вот. Ну, как бы ждут, пока ты... Ну, и долго будешь на меня смотреть. И все. В общем, он проходишь мимо, он продолжает свои дела делать. Вот так вот. Что? Ну, еще есть факты. Очень эффективные способы видеть все, что окружает и впереди, и сзади, так как угол зрения их составляет почти 360 градусов. Вот так сижу и вижу, что сзади меня. Это просто невероятно, на самом деле. Мало таких животных. Это зрение удивительное, потому что... Причем, глаза с двух сторон. Да, я не знаю, как у коров, может быть, и не так. В принципе, оно им и не так и нужно. Но оно, видимо, очень нужно. И опять же, это доказывает на то, что лошади просто невероятно сочетаются с людьми. Это здорово, на самом деле. Вот. Ну что, последний факт, потому что я лошадьми уже просто заставил всю студию, поэтому надо заканчивать. И последний факт. До Саверна известная максимально продолжительность жизни лошади составила 62 года. Да, в среднем же они составляют до 25 лет. Я не знаю, много это или мало, но 62 года это много, мне кажется. Если ты такой старый душ, бабушка или дедушка. Дедушка-конь. Вот. Такие вот делишки. Так, ну что, передаю тебе слово, и ты меня должна просто забросать какими-нибудь интересными фактами, которые ты там готовила за всю неделю, а то я просто останусь без ничего. Это будет нечестно. Ну что, Надя, ты готова? Да, вроде как я готова. Я тоже попыталась найти что-то насчет животных, но кажется, у меня снова ничего нет насчет животных. Да. Но вот расскажу-ка я тебе сейчас знаешь о чем? Понятия не имею. Но не о животных, скорее всего. Нет, не о животных. Я хочу тебе рассказать для начала про 7 изобретений, которые, ну как бы, мы вот забыли запатентовать. Ну, то есть, русские какие-то изобретатели. Ну да, что-то придумали, и кто-то прибежал, забрал, точнее, увидел, и создал, и запатентовал. Да не, просто русские мужики забыли это все сделать. Да, они просто пользовались, они такие откровенные, добродушные все. Да, это бывает такое, тут русский народ болеет этим. Так вот, первый такой предмет – это автомобиль. Да ладно, автомобиль? Прям вот, который ездит сейчас везде, по дороге едут. Только это называлось «самобеглая коляска». Самобеглая коляска. Автомобиль как-то немножко звучнее, наверное, будет. Звучнее, привычнее, скорее всего. Ну да. Потому что мы привыкли даже к самолетам. В самолет. Хорошо, расскажу. Давай. В 1751 году Леонтий Шамшуренко, искусный механик из народа, изготовил по госзаказу самобеглую коляску. Самобеглую коляску. Самобеглую. То есть, без какой-то посторонней помощи. Вот этому Леонтию в награду выдали целых 50 рублей. Дальнейшая судьба коляски историкам неизвестна. И спустя 18 лет, в 1769 году, француз Николай Куньо презентует всему миру подобный аппарат. Обидно, что этого дядечку Куньо знают весь мир, а вот про нашего конструктора Шамшуренкова никто не знает. Вот так-то. И фамилия у него не такая уж и простая. Да, ну, в принципе, как и у того и того, но... Нет, Куньо, знаешь, проще как-то заполнить. Куньо. Да нет, все равно... Пять букв. Куньо. С мягким знаком. Да, мягкие знаки. Не люблю мягкие знаки. Не использую их, Никита. Ну, вообще нигде не использую. Не использую вообще. Вот-вот. Я буду за тобой следить. Хорошо, идем дальше. Паровоз. Паровоз. Что, паровоз? Паровоз? Это паровоз. Паровоз. Ты знал, кстати, кто... Тоже придумали наши? Да, тоже придумали наши. Вау. Ну, конечно. А какой-нибудь американец придумал паровоз? Ну, не американец, а англичанин. Ну, почти. Почти угадал. Почти, там, чуть океаном промахнулся. Первая в России двухцилиндровая вакуумная пароварка. Паровая машина. У пароварки есть цилиндр. Ну, короче, паровоз. Паровоз. Она была спроектирована механиком Иваном Ползуновым в 1763 году. То есть у нас 18 век, он вообще век такой изобретений-то. Да. И последующий. На испытаниях этой машины, которые состоялись в Барнауле, ну, через год, то есть там в 64-м, 1764-м, вот, на этих испытаниях присутствовал Джеймс Ватт. Ватт. Он, наверное, придумал Ватт. Нет, он не Ватт придумал, он паровоз запатентовал. Да, видимо, идея ему приглянулась так. И в апреле 1784-го, то есть спустя 20 лет, в Лондоне ему удалось получить патент на паровую машину с универсальным двигателем. Видимо, наши не знали, что такое патент. Просто создавали, творили, творили. А кто-то это патентовал. Вот тут, вот, где творческие люди. Вот. На Руси. Которые делали и творили. И надо же паровозы и автомобили. Паровозы и автомобили. Только и подумать. Представь. А потом какой-то Генри Форд. Вот. Все вот так вот. И сам он там сейчас... Ну, не честно. А так бы какой-то... Как там его аж... Ну... Вот, да. Автомобиль так и назывался бы. Это здорово. Насчет Леонтия Шамшуренкова. Повторю еще раз. Шамшуренкова. Шамшуренкова. У нас есть комментарий. 24-10. У нас есть комментарий. Да? Да. Что ему стоило бы завести псевдоним. Я думаю, в те времена еще не догадались. Это написал нам Данька Пацукевич. Данька Пацукевич. Прекрасно. Он сегодня просто заполняет эфир. Не только наш. Ну, я так заметил чеснока. Это здорово, на самом деле. Угу. Так, хорошо. Идем дальше. Про автомобиль есть, паровоз есть. Дальше. Наркоз. Наркоз. Пам-пам-пам-пам. Да, наркоз. Фраза «Очнулся гипс» отлично иллюстрирует врачебную практику Николая Пирогова. В 1850 году этот хирург впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего он провел 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Он же первым в российской медицине начал использовать гипс для лечения переломов. Вау. Вот это просто удивительно. Да, да, да. Это был наш вот соотечественник. Молодец. Молодец. Это мало сказано. Молодец. Дальше. Велосипед. Стоп. Подожди. Что? Здесь транспорт придумали наши. Дальше будет хлеще. Дальше больше, дальше хлеще. Да. В 1801 году крепостной изобретатель Ефим Артамонов на Нижне-Тагильском заводе построил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат, который потом назовут велосипедом. Велосипедом. Велосипед. Да, потом. В 1818 году. Когда выдадут патент на это изобретение немецкому барону Карлу Дрейзу. А раньше были пластмассовые и трехколесные. А он придумал железный, двухколесный. И самокат. Да раньше вообще не изобретатель. Самокат-велосипед. Не, ну здорово. Но это тоже невероятно. Он изобрел велосипед. Он еще изобрел, точнее, пошла эта байка о том, что не надо изобретать велосипеды. Да, вот так-то. Дальше. Ты удивишься, наверное. Наверное. Робот. Робот-робот. Робот? Да. Великому русскому математику Пафнутию Чебушеву. Пафнутий. Классное имя. Пафнутий. У меня есть... Может, это японское имя? Ну, потому что в Японии роботы. И как-то Пафнутий так проезжал, приготовил, придумал робот и уехал опять в Японию. Мне очень импонирует имя Пафнутий. Сына назовешь. Или дочку, вообще будет прекрасно. Пафнутия. Так, ладно, дальше. В общем, в 1860 году, тогда как вообще, ну, короче, это было невероятно. Представляешь, 19 век, середина 19 века. Он просчитал и разработал конструкцию прямолинейного хождения механизмов без колесных пар по принципу шага. Аппарат был назван стопоходящая машина. Представляешь? Вау. Машину эту с полной уверенностью можно считать бабушкой нынешних японских роботов. Да, на самом деле. Представляешь, прикольно как. И опять он это сделал. Они это сделали. Русский. Русский прям гордость пробирает за наш. Так, дальше. Дальше, дальше радио... Комплекта треотизма. Да-да-да, прости. Улетел, прилетел. Дальше. Радиоприемник. Что? Радиоприемник. Радиоприемник? Я тебя буду переспрашивать постоянно, потому что это удивительно. И не потому что я не слышу, а это правда удивительно. Думаю, под конец эфир мы все-таки поговорим с тобой. Радио, паровоз, автомобиль, велосипед, робот. Наркоз. Наркоз? Да. Теперь еще радиоприемник. 7 мая 1895 года Александр Попов впервые публично продемонстрировал прием и передачу радиосигналов на расстоянии. В 1896 году передал первую в мире радиотелеграмму. И уже в 1897 году, ну, то есть в следующем году, установил возможность радиолокации при помощи беспроволочного телеграфа. Но в Европе и Америке считается, что радио изобрел итальянец Гуль... Ох, подождите, подождите. Маркони, в общем. Маркони. Да. Гульельмо. Настоящая фамилия итальянская. Гульельмо Маркони. Маркони. Похоже на макарон. Маркони. Да. В общем, он это сделал в 1895 году. Ну, как бы примерно одновременно с нашим Александром Поповым. Вот. Но доказать, доказать, доказать уже ничего невозможно. И последнее. Да, да, да. Последнее устройство. Лампа накаливания. Вау. Сейчас висят как раз парочку над нами. Да. Всем известно, что лампу накаливания изобрел Эдисон. Эдисон. Да, да, да. Но. Но. Так, ну понятно, что это русский, наверное. Да. Не удивишь. Не интригуй. Да, лампа накаливания, вот эта вот, которую изобрел Эдисон, на самом деле она как бы выглядит как усовершенствованное изобретение Александра Ладыгина. Он был членом русского технического общества, еще в 1870 году предложил применить в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Эдисон сделал это только 9 лет спустя, в 1879 году, что не помешало ему получить патент на лампу накаливания. Вот такочки. Вау. Да, немножечко техники и капелька, не знаю, чего, патриотизма немножко. Да, чувство патриотизма. Это здорово на самом деле. Ну что, теперь с меня очередь. С меня очередь. Как это странно звучит. Ладно, моя очередь. У меня сегодня исключительно такие библейские факты. Просто невероятные библейские факты. Круто. Давай. Да. И один из них. Когда в июле 1996 года, в долине Элла, вблизи Иудейских гор археологи, запомни, Иудейских гор археолог, археологом, доктором Саймоном Дором, был обнаружен скелет более трехметровой длины в волбу черепа, которого находился камень, от удара которого и погиб этот великан. Удивленные, пораженные археологи сразу же вспомнили библейский рассказ о Голиафе и поняли, что перед ними, видимо, лежит именно этот скелет. Ну, как бы по возможности. Ну, просто интересно на самом деле. Представь. Он был, Голиаф был огромен. И нашли это не где-то там, знаешь, в России, а нашли именно в Иудейских горах. То есть это, в принципе, возможно. И может быть, может быть, это тот самый Голиаф. Неизвестно, конечно, но все же. Но это удивительно. Вот. Ну что, теперь конкретно, конкретно библейский. То есть мы будем говорить сегодня немножко о Библии. А лошади там будут? Ну, лошади есть в Библии, но все же. Итак, в мире каждую минуту продается целых 50 библей. Каждую минуту? Каждую минуту. Вот. Мы уже сейчас, пока мы здесь проводили, уже библии тысячи-полторы продали, наверное. Представь, как здорово. Итак, но это не все. Такие будут коротенькие факты. Следующий. В Ветхом Завете 73 раза упоминается слово миндаль. Ты любишь? Сколько? 73 раза. Круто. Я люблю, да, миндаль. Так особо не встречаешь, когда читаешь. А тут 73 раза миндаль. Вот. Это удивительно. Согласно Библии, царь Давид умел играть на арфе. Ну, помнишь лира? А мне, кстати, да. Мне всегда раньше хотелось... Ну, как раньше? Мне и сейчас хочется научиться играть на арфе. Ну, просто вот как-то, да, возможностей нет. Но это круто. Это очень прикольно. Да. Ну, вот теперь еще интересный факт. Самая воруемая в мире книги является Библия. Это, конечно, неудивительно, я считаю, сколько их вообще издают. Нет, ну, зачем воровать, когда каждую минуту 50 штук продается? Кому-то, видимо, не хватает. Ну, все логично, да, все понятно. Кстати, еще в отелях таких, видимо, дорогих, там в шкафчик кладут Библию. И, наверное, там вот посетители этих отелей себе и... Да, и считается за воровство. Как мыло и полотенце. Мыло, полотенце, Библия. А нет, это, знаете, как такая, не знаю, типа, евангелизация такая, что ли, Библию так разложил. Только это же не считается, что за воровство-то. А вдруг это там в статистике посчитали? А? Возможно, запрос. Итак, следующее. В классической англоязычной редакции Библии Короляякова слово «энд» упоминается 46 277 раз. Это побольше, чем миндаль. А всего в ней 783 137 слов. То есть... Ну-ка, подожди-ка, подожди. Смотри, 46... Давай, округлимся. 46 тысяч раз «энд», 780 раз тысяч раз слов... Вообще слов в Библии. И вот ты себе представь. Это, в принципе, неплохо, на самом деле. Нет, я не умею считать. Да. Не скажу. Нет, каждая... Ну да. Так, следующее. Самые популярные животные в Библии. Какие? Как ты думаешь? Мне бы, конечно, хотелось сказать, что лошади, но я знаю, что нет. Да. Сейчас, подожди. Наверное, какие-нибудь ягнята. Так, есть. Коровы. Ну, быки какие-нибудь. Попало. И сейчас... Сейчас буду тебе показывать, у кого вот такие вот штуки на голове. Бараны. Бараны. Отлично. Еще осталось два животных. Лев. Нам подсказывают в скайпе. Лев. Лев, лев, лев. Кто-то видел мой сценарий. Прекрасно. Лев. Отлично. И последнее. Еще последнее. Тоже такие штуки, только... Это жена его, в общем. Жена этого. Корова. Не-не, жена, у которого... Не коза. Бараны какая жена? Овца. Отлично. Жена барана. Наша передача на этом заканчивается. Ждем ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127-473 Москва, Абонянский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете – www.golosnadежды.ru. До свидания. Господь досохранит вас всех от зла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok